Одного солнца достаточно в Армении. Все больше фермеров стараются выращивать экологически чистый виноград. Произведенное из него вино становится все популярнее не только в республике, но и за ее пределами. Анна Рутюнян побывала в садах в Айдзорской области и узнала, насколько сложно ухаживать за лазой без химикатов. Биогумус вместо химических удобрений – самодельная сыворотка для стимуляции роста и защиты от вредителей. Землю нужно любить, а не травить, уверен Уваким Сахатэлян. В своем винограднике он проводит много времени. Уход за лазой для получения экологически чистого урожая – дело очень сложное. Если в соседнем саду с насекомыми борются химии, ясно, что они перебегут на наши поля, и борьба становится в разы тяжелее. Поэтому нам выгодно, чтобы к выращиванию экологически чистых продуктов перешло как можно больше фермеров. Пока выращиванием такого винограда в Армении занимаются единицы. Хлопот много, а урожай скромнее. Однако скоро ситуация может измениться. Качественное сырье пользуется спросом у эко-виноделов. У нас несколько линий продукции. Одна из них – полностью натуральные вина. Применяя метод дикого брожения, не используем серу. Это нефильтрованные вина, которые настаиваются в глиняных карасах. Процесс очень кропотливый, но продукт, который мы получаем, действительно полезен для здоровья. Органическое вино обладает ярким естественным вкусом. В процессе его переработки сохраняются живые витамины и минералы. В нем нет красителей, консервантов и ароматизаторов. На новый продукт обратило внимание и правительство. Производство органического вина для нас приоритет. Но так как это все же пилотная программа в армянском виноделии, потребуется время, чтобы понять его рентабельность. Если органически чистое вино завоюет рынок, мы, конечно же, начнем реализовывать программы по поддержке производителей. В Армении выращивают около 200 сортов винограда, как известных мировых, так и национальных. Именно они придают вину характерный терпкий вкус, который высоко ценят в Европе и России.